У поликлиники УАЗа открылось второе дыхание. Свежий ремонт и новое оборудование ждет больничные стены в ближайшее время. Все новшества по программе модернизации первичного звена нацпроекта здравоохранения. Еще полтора года назад дела в поликлинике шли не так хорошо. Узких специалистов не хватало, а ремонтом не пахло. Во-первых, я хочу сказать о том, что поликлиника развивается все время. Я работаю полтора года, и даже за это время есть кардинальные шаги сделаны. Во-первых, появилась новая регистратура. Вся поликлиника стала размещаться на одном этаже. Это очень удобно для мушутизации. Все диагностические, лечебные, первичная медико-санитарная помощь, неотложная помощь, все это может оказываться непосредственно в шаговой доступности. То есть люди, по сути дела, не отрываясь от рабочего процесса, могут получить качественную медицинскую помощь. Поликлиника работает с 1971 года. Раньше пройти обследование могли только сотрудники УАЗа. Сейчас высококвалифицированная медицинская помощь доступна и для жителей Засвияжского района. Модернизация первичного звена направлена на максимальное удобство и комфорт для пациентов. Это оценил и губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который посетил поликлинику. Свободная зона ожидания, экрана с расписанием врачей, появилось и большое количество узких специалистов. Офтальмолог, стоматолог, нарколог-психиатр, гинеколог и многие другие каждый день принимают жителей района, сотрудников и ветеранов УАЗа. Да, на протяжении 13 лет хожу в эту поликлинику. Всегда оказывается должная помощь. Всегда в трудную минуту помогает. Медперсонал очень квалифицирован. Все на должном уровне. В последнее время, конечно, изменения прошли очень интересные. Было время, когда на завод был нельзя в поликлинику пройти. Сейчас, видите, кабинеты, врачи сделали хорошо, где регистратура. В 2023 году планируется ремонт флюорографического кабинета и замена оборудования. Стоимость ремонтных работ составляет 420 тысяч рублей. Также в учреждение в ближайшее время поступит флюорограф для проведения обследований. Также планируется, что максимально близко к больнице появится остановка общественного транспорта.